Почему появляется влажность в помещении? Влажность воздуха – одна из главных составляющих здорового микроклимата в жилом или производственном помещении. При избытке влаги запотевают окна, зеркала, любые стеклянные поверхности. На стенах видны проявления плесени, к тому же в комнатах появляется неприятный запах сырости и затвости. В жилых и производственных помещениях норма влажности воздуха составляет 45-60%. Данные показатели комфортны для людей, при этом грибок и плесень не размножаются в таких условиях. Более 70% – тревожный сигнал о возможном проявлении сырости. Какая нормальная влажность должна быть в жилом помещении, в котором много книг? В среднем 45-50%. Для комнатных растений этот показатель на границе 60%. Показатели варьируются в зависимости от времени года, например, в жаркие месяцы показатели влаги не будут превышать 45%. Определить влажность в помещении можно с помощью бытового гейхрометра. Прибор визуально и по принципу действия напоминает обычный комнатный термометр, только измеряет не температуру воздуха, а содержимое влаги в нем. Влажность в рабочих помещениях. На производственных объектах микроклимат влияет на здоровье и хорошее самочувствие сотрудников. Сохранность продукции на складах, прочность всего здания и несущих конструкций. От того, какая влажность в производственном помещении, зависит изготовление и сушка некоторых видов продукции. К тому же сырость приводит к порче товаров и дополнительным расходам на утилизацию дефектных изделий. Как образуется влажность на промышленных объектах? К сырости и плесени приводят. Недостаточная вентиляция склада, производственных помещений, изготовление продукции, требующей использования воды и расположение производства в полуподвальных помещениях. Уровень влажности зачастую повышен в таких помещениях, как бассейны, сауны, а также на автомойках, производстве хлебобулочных изделий, на фармацевтических предприятиях и многих других. Негативные последствия ненормированной влаги не заставят себя ждать. Коррозия, конденсация, слепание, порошкообразных материалов и прочее. Требование к оптимальной влажности воздуха в помещении – одно из главных составляющих налаживания производственных процессов без сбоев, поломок и частых болезней сотрудников. Почему появилась высокая влажность в квартире? Влага образуется при обычной жизнедеятельности человека. Это может быть стирка, приготовление пищи, купание, даже во время дыхания людей. Влажность воздуха в квартире или частном доме считается повышенной, если… Обнаружили пар на оконных стеклах. Видны пятна в углах стен, грибок, плесень. В ванной постоянно влажные полотенца. Ощущается запах задкости в каждой из комнат. К помещениям с повышенной влажностью относятся ванная комната, какое-то купание, стирка и кухня, интенсивное кипение пищи. В других апартаментах влага увеличивается во время проведения уборки, мытья полов и т.д. Еще одной причиной, откуда берется влажность в квартире или доме, является проведение ремонтных работ. Например, высыхание стены и полов после штукатурки. Появление сырости и грибка также приводит. Низкий уровень вентиляции в комнатах. При проведении ремонта собственники дома в целях экономии не уделяют достаточного внимания вентиляционной системе. Считаю, что окон для проветривания вполне достаточно. Но для правильной влажности в помещении обязательно должно хорошо быть наложена вентиляция. Источники влаги. В частых и многоэтажных домах это в первую очередь затопление подвала. Сырость расходится не только на первый этаж, но и выше. Такими источниками служит протекающая крыша, поломка водостока или сантехни, наличие дома аквариума и плохое состояние межстенных швов. Неотапливаемая комната. Нормальная влажность в помещении не может быть без достаточного прогрева стен. Экономия на отоплении приводит к появлению сырости, грибка, так называемых плачущих стен. Кроме того, плохое отопление приводит к разрушению отделочных материалов. Максимум они поддерживаются два сезона. Разрушение общей конструкции в целом на 5-6% больше, чем естественный износ. Неверное утепление. Собственники квартир и домов чаще всего утепляют стены пенопластом или экструдированным пенополистролом. При этом немногие обращают внимание и делают точные расчеты нужной толщины материала. Стены после такого ремонта продолжают промерзать и сыреть. Поэтому при проведении таких работ стоит выбрать оптимальные размеры и толщину пенопласта. А также отказаться от покупки слишком дешевого сырья. О том, как убрать влажность в помещении должен знать каждый. Ведь сырость приводит не только к ухудшению к эстетическому виду жилища, но и вызывает обострение аллергии, астмы, влияет на частоту простудных заболеваний. Дети и пожилые люди особенно восприимчивы к аномальной влаге в комнатах. Как снизить влажность помещений? Существует несколько довольно простых и легко выполнимых способов. Первое. Это регулярно проветривать комнаты. Особенно это касается времени во время и после приготовления пищи, стирки, принятия водных процедур. Также при любой температуре окружающей среды, даже в мороз, стоит минимум 2 раза в день проветривать все жилые помещения. Второе. Не сушить белье в доме. Сушку вещей лучше осуществлять на улице. Если вы проживаете в частном доме, либо на улконе. Пользоваться обогревателем. В межсезонье, когда за окном уже сыро и холодно, а отопительный сезон еще не начался, единственный выход избежать повышения уровня влаги, это включать обогреватели, либо кондиционеры на функцию покрытия. Также летом в сырых комнатах не нужно закрывать окна шторами, чтобы солнце хорошо высушило комнату. Использовать влагопоглотители, которые впитывают излишнюю влагу, фильтруют воздух, а затем возвращают сухой в комнату. В прибор установлены специальные регуляторы влажности, благодаря которым воздух в апартаментах не пересушивается, а только избавляется от лишней влаги. Те, кто давно уже борется с излишней влажностью в помещении и перепробовали все выше указанные способы, однозначно сходятся во мнении, что стоит использовать осушитель воздуха бытового или промышленного назначения. С их помощью, какая влажность должна быть в помещении, решает и устанавливает сам владелец прибора. Вы можете выбрать для себя оптимальные показатели и настроить устройство на поддержание именно их. В зависимости от мощности модели, агрегаты способны беспроблемно функционировать в температурном диапазоне от минус 10 до плюс 35 градусов Цельсия. Минусовые температуры особенно актуальны для склада, подвала, погреба и производственных объектов. Почему влажность исчезает? Потому что поглотители влаги вбирают в себя влажную среду и на выходе выпускают не только осушенный воздух, но и очищенный. К тому же они расходуют минимальное количество электроэнергии и не сильно обременят ваш бюджет. Остались вопросы о причинах и методах борьбы с влажностью воздуха в помещении? Тогда звоните нам по номерам. Субтитры создавал DimaTorzok